Ненастоящая победа Путина, настоящие рейды российских добровольцев, неоспоримая помощь партнеров, надежные новости здесь и сейчас. Это программа 20 минут. Я Ирина Узлова. Вот так неожиданность мирового масштаба. Побиты все существующие и не только рекорды. ЦИК России объявил о феерической, беспрецедентной победе Путина на выборах и показал абсурдные, ненормальные результаты. Российский Центрисбирком закончил подсчет голосов на выборах президента России, в которых не принимал участия ни один оппозиционный кандидат. Вполне ожидаемо победителем назначили диктатора Путина. В 105-й раз. Зачем проводили, зачем считали, непонятно. Российскому Центрисбиркому путем невероятных человеческих усилий каким-то чудом удалось подсчитать все голоса в 140 миллионов стране менее, чем за сутки. По результатам обработки 100% протоколов Путину нарисовали аж 87,28%. Что еще куда больше, чем он обычно рисовал себе предыдущие 25 лет. Остальные голоса ЦИК распределил добродушно между техническими кандидатами, которых внесли в бюллетени для придания мнимой правдоподобности избирательному процессу. Коммунист Николай Харитонов получил 4,31% голосов. Везучек. Псевдооппозиционер Владислав Даванков 3,85%. А соратник покойного Жириновского Леонид Слуцкий прямо с того света 3,2%. Пункт против всех из российских бюллетеней давно убрали, чтобы он не мог конкурировать с Путиным. Путин украл еще одни выборы, но Украину ему не украсть. Фарс, клоунада, трагикомедия. Мир взорвался возмущениями и осуждениями ожидаемой первой победы Путина в процессе, который он зачем-то называл выборами, да еще и демократическими. Министр обороны Великобритании Грандшапп заявил, что Путин украл еще одни выборы, но Украину ему не украсть. Великобритания будет работать с нашими союзниками, чтобы остановить этого вора, увеличивая нашу коллективную поддержку Украины. Как показывает история, мы должны останавливать диктаторов и автократов, иначе они продолжат воровать еще больше. Германия решилась и не будет называть Путина президентом России, только фамилия без какого-либо титула погоняла. Представитель правительства Кристианы Хоффман заявила, что так называемые выборы в России не были ни свободными, ни справедливыми. Она отметила, результат был заранее ясен, и это были не демократические выборы. Хоффман акцентировала, что на выборах царила атмосфера запугивания, и свободы слова и мысли в России нет. Россия сейчас является диктатурой и находится под авторитарным правлением Владимира Путина, заявила Хоффман. Также политик остро осудила проведение голосования на временно оккупированных территориях Украины. На вопрос о том, будут ли власти Германии называть Путина президентом или правителем, представитель МИД Себастьян Фишер ответил, что в последнее время ведомство использует одну лишь фамилию – Путин, без какого-либо официального титула. Министр иностранных дел Германии Нелена Бербак заявила, что президентские выборы в России не были настоящими. Выборы в России были выборами без выбора, отметила глава МИД Германии в начале саммита европейских министров иностранных дел. Ноль политического пространства и полное нарушение гражданских и политических прав. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также осудил эти псевдовыборы и заявил, что РФ нарушила свои обязательства перед ОБСЕ, не пригласив независимых наблюдателей. От имени ЕС он осудил незаконное проведение так называемых выборов на временно оккупированных России территориях Украины. В Автономной республике Крым, в городе Севастополь, а также в частях Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Херсонского региона. Выборы прошли в условиях все большего сужения политического пространства, что привело к тревожному росту нарушений гражданских и политических прав и лишило участия многих кандидатов, в частности тех, кто выступает против незаконной агрессивной войны России, лишило российских избирателей возможности реального выбора и сильно ограничило их доступ к точной информации. Так называемые выборы на этих территориях являются еще одним явным нарушением России международного права, в частности, устава ООН, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. В то же время в его и не только заявлениях нет упоминания о том, что Путин окончательно потерял легитимность в результате этих псевдовыборов, что плохо. МИД Эстонии в своем заявлении решительно осудило проведение так называемых выборов Путина на оккупированных России территориях, включая попытку организовать голосование на оккупированных территориях Грузии и Молдавского Приднестровья. Еще одна атака на суверенитет соседей и международное право, отмечают в МИД Эстонии. А в МИД Латвии заявили, что так называемые выборы в России не были ни свободными, ни честными, у них нет никакой демократической легитимности. Мы не признаем их результаты на оккупированных территориях Украины и Грузии, а также в Приднестровском регионе Молдовы, говорится в заявлении. Спикер Винсека ООН Стефан Зужарик также осудил от имени организации проведения так называемых выборов на оккупированных России территориях Украины. Что даже странно. Министр иностранных дел Литвы Габриэль Юсланцбергис всегда решителен в своих заявлениях. Процедура, которая имитировала голосование за президента России, проходила в условиях беспрецедентного ограничения гражданских и политических прав, не может считаться и не может называться выборами. Право не может возникнуть из несправедливости, а законность, которую уважают в международном пространстве, не может возникнуть из принуждения, угнетения и фальсификации. Поэтому мы не считаем и не называем эту сфальсифицированную и смоделированную процедуру выборами, потому что она, к сожалению, больше похожа на трагический фарс. Эта процедура не была ни справедливой, ни свободной, она не соответствовала никаким общепризнанным стандартам демократии и верховенства права. Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал избирательный фарс ВРФ, заявив, что российский диктатор имитирует очередные выборы. Всем в мире понятно, что этот деятель, как уже часто было в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно. Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть. Война – одно из них. И нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого. Я благодарю каждое государство, каждого лидера, все международные организации, которые называют и будут называть эти вещи своими именами. Все, что Россия делает на оккупированной территории Украины, является преступлением. За все, что сделано российскими убийцами в этой войне и ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие. Он боится больше всего одного – справедливости. Никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в ГАГе. Именно это мы и должны обеспечить все в мире, кто ценит жизнь и порядочность. Признать нелегитимным, как Лукашенко, вот как должен, как минимум, реагировать мир на такие нарисованные результаты. Анализирует, достаточно ли остра и решительная реакция мировых лидеров, политтехнолог Борис Дизенгаузен. Сейчас очень важно, знаете, что следим внимательно, кто поздравляет МОЛЬ с переизбранием. И самое важное, это уже наша задача сейчас на уровне МИДа, поднять вопрос, а вот признание Путина тем, что он стал президентом, это признание голосования на оккупированных территориях, это признание того, что вы считаете, что голосование на этих территориях прошло, значит, они, получается, вписаны в Российскую Конституцию. То есть надо этот вопрос поднимать, чтобы продавить маркер информационный, как Лукашенко, незаконно избранный президент, чтобы все писали именно так. Незаконно избранный президент. Это удар, в том числе, по самолюбию Путина и удар по степени его рукопожатности. А вот как раз самопровозглашенный, никем в цивилизованном мире не признанный диктатор Лукашенко признал победу Путина ошеломляющей. Правда, слова безграничной радости высказал по телефону. Странно, что не приехал бить поклоны и кланяться. Но это вопрос, полагаю, пары дней. Изгои расщедрились на поздравляшки, но их количество можно пересчитать на пальцах двух рук. Первым из зарубежных лидеров Путина поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро, легитимность которого тоже ставили под сомнение Соединенные Штаты и не только. Он назвал Путина старшим братом и сказал, что его победа поможет строить многополярный мир. Поздравления Путину направили также лидеры Кубы, Никарагуа, Боливии и Гондураса. Последние особенно хорошо от Гондураса к Путину. Но вот первым в целом и самым метким в саркастических деталях был Шарль Мишель, глава Евросовета. Он поздравил Путина с победой еще 15 марта, указав на предсказуемость итогов этих псевдовыборов. Путин также получил поздравления от руководителя Северной Кореи Мьянмы, с которыми Москва тесно сотрудничает, в частности в сфере поставок убийственного оружия. Поздравил Путина и президент Ирана, конечно же, и Ибрагим Раиси. Сообщается также о поздравлениях от лидеров Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана, Азербайджана. Все на стано. Пророссийского главы Боснийской республики сербской Милорада Додика и деятелей молдавской оппозиции, так называемой. Путина поздравил также МИД Китая. Впоследствии появились и поздравления от председателя КНР Си Цзиньпина. Этот список изгоев и диктаторов, которых обрадовала победа Путина, более чем показателен. Российский агрессор вписал себя среди таких же ущербных отбросов, вписавшись на задворки мирового нелидерства, говорит в нашем эфире политехнолог Ростислав Мурзагулов. Это просто, что называется, добро пожаловать в клуб диктаторов. И, собственно, только диктаторы, только изгои мировые его и поздравили. Там были Ким Чан Ин, Мадуру, иранские шейхи и так далее. Они, в общем-то, да, сказали, Владимир теперь наш, буржуинский. Помните, наверное, было такое произведение. Значит, соответственно, да, вот он теперь в клубе вот этих людей, которые рисуют выборы с потолка, выберят совершенно цифры. То есть, как бы раньше какая-то процедура соблюдалась. Сегодня они все затолкали через этот ДЭК, через электронное голосование. Над каждым сотрудником с плеткой стоял начальник, заставлял голосовать. А в это время на избирательных участках либо была пустота, либо организованные какие-то вот такие ивенты, а-ля скачущие буряты прямо внутри избирательного участка, и поющие оперные певцы вместе с шаманом и со Стасом Михайловым. Соответственно, ну вот, либо такая клоунада, либо там пусто, либо там был ползень против Путина, эти длиннющие многочасовые очереди, которые обошли все экраны мира и на всех передовицах мира сегодня находятся. Я специально с утра встал, не поленился, все почитал. Ну и действительно, ну Путин таким образом подказал, показал, подвел жирную черту под своим правлением. Он показал, что он окончательно превратился в фейкового президента, в диктатора, в самозванца на самом деле. Чванливый нео-царь. На смех подняли избирательный фарс России, западные медиа. На перебой критикуя отсутствие даже намека на демократию и прозрачность в стране-агрессорке. The Wall Street Journal подчеркивает уже в заголовке, что Путин побеждает на выборах, у которых был единственно возможный исход. Издание называет эти выборы тщательно управляемыми и напоминает, что полное отсутствие конкуренции открыло перед Путиным путь для того, чтобы сравняться со Сталиным по продолжительности правления. The Wall Street Journal добавляет, что чрезвычайно важным для диктатора был показательный масштаб победы. Сфабрикованный результат выборов – более чем 87% голосов. Политические аналитики утверждают, что 71-летнему Путину необходимо было изобразить большую победу, чтобы развязать руки в возрождении, как он утверждает, российских консервативных православных традиций. В конечном итоге, чтобы доминировать в Украине и в его широкой конфронтации с Западом, говорится в материале. Теперь, после выборов, диктатор может начать очередную волну ареста в РФ. Новые законы для подавления инакомысля, увеличить налогообложение самых богатых россиян и объявить новую волну мобилизации, чтобы укрепить то преимущество, которое России сейчас удалось установить в войне против Украины, прогнозирует журналисты Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков. CNN отмечает, что во время трехдневного голосования в России отнюдь не шла речь о демократической процедуре и называет его сомнительным национальным лебисцитом. Британская The Guardian подчеркивает, что избирательная машина Кремля стремилась повысить его долю голосов и явку почти до абсурдного уровня, публикуя результаты, которые ранее появлялись только в наиболее деспотичных регионах России, таких как Чечня. Все для того, чтобы якобы утвердить мандат Путина на его войну в Украине. Французская Элла Фигаро в саркастической редакционной статье называет Путина нео-царем, который за высокими стенами Кремля стережет прошлую славу и современные беды России. Отмечает, что пятый срок Путина должен уравнять его по сроку правления со Сталиным и приблизив к Екатерине II. Нео-царь надеется победить западной демократии в их собственной игре, имитируя их демократические страны и демократические выборы. Он создает впечатление национальной сплоченности. Издание также предполагает, что хотя Путин создает видимость, что он сильнее, чем когда-либо, его режим одновременно может быть более хрупким, чем когда-либо. Ведь если власть изолирует, то авторитарная власть помещает в заточение, намекает Ле Фигаро на уязвимость диктатора в Кремле. Он действительно уже ничего не контролирует в реальности. Говорит наша разведка, демонстрирует и рейды российских добровольцев, которые продолжают с автоматами и российским паспортом в руках освобождать свои же земли от Путина. Сотни военных и техников в Легионе Свобода России озвучили потери армии Путина во время боев на Курщине и Белгородщине. Общее количество ликвидированных и раненых оккупантов составляет почти 1500 человек. И это только за неделю, даже 6 дней боевых действий. Также на Белгородщине путинская армия потеряла десятки единиц техники, что для них вполне привычно. За неделю российские добровольцы ликвидировали 613 путинских захватчиков. Еще 829 оккупантов получили ранения. Кроме того, 27 человек сдались в плен на территории Белгородской области. В Легионе Свобода России заявили, что в течение недели армия РФ потеряла в Белгородской области 7 танков, 20 БМП, 6 Гаубиц и 4 БТРа. Также среди потерь путинской армии числятся минометы, самоходные артиллерийские установки, РСЗО, РЭП и бронетехника. Причем только различной автомобильной техники было уничтожено 57 единиц. Стоит отметить, что тяжелая огнеметная система ТОС-2 также была выведена из строя на территории Белгородской области. Общее количество уничтоженной и поврежденной техники армии РФ составляет 145 единиц. Подразделения российских военных из Легиона Свобода России, РДК и Сибирский батальон, которые воюют на стороне Украины, будут продолжать свою спецоперацию на территории РФ, сообщил боец РДК Александр с позывным Фортуна. Боевые действия продолжаются, динамика положительная, мы развиваем свой наступательный успех, но об определенных выводах и планах поговорим позже. Уровень сопротивления врага понемногу растет, туда стягивается и техника, и живая сила, но мы этого и достигаем, ведь одна из главных целей этой операции – это стянуть на защиту совсем незащищенной границы как можно больше техники и людей с фронта. И я думаю, что нам это удастся, говорит Александр. Боец также напомнил, что в рамках этой операции уже было взято в плен 27 военных РФ и отметил, что эти особого сопротивления от желающих уйти в плен не было. Им оказана медицинская помощь и они переданы Украине для пополнения обменного фонда. Все с ними хорошо, часть пленных даже смогла связаться с родственниками. Ситуации для пленных и для тех, кто продолжает сопротивление одинаково. Людей отправляют на оборону, не сообщая им о том, что происходит в секторе, сколько нас там, какая техника задействована. То есть людей туда отправляют на некие местные операции. Люди приезжают неподготовленные и приезжают в серьезные боевые действия, отметил Фортуна. По словам бойца, для гражданского населения областей, в которых подразделения проводят операцию, организованы гуманитарные коридоры. В отличие от кремлевских властей, российским добровольцам важна жизнь мирного населения. Коридоры работают в одностороннем порядке. Те гуманитарные коридоры, которым мы призывали местное руководство, не работают. У нас есть информация, что власть ТРФ блокирует выезд гражданских из пограничных пунктов в направлении того же Белгорода. Людей просто не пускают на блокпостах. Наши гуманитарные коридоры работают, желающих покинуть регион становится все больше, говорит Фортуна. Плевок в лицо. Жены мобилизованных крайне возмущены, если культурно выразиться, 87% Путина. Не удивлены, конечно, но негодуют. Результаты не стали для нас сюрпризом, но 87% это уже откровенная фальсификация. Откровенный плевок нам, нашим мобилизованным мужчинам и простым гражданам России в лицо, подчеркнули активистки. При этом не добавили, что не намерены опускать руки и будут тоже и дальше добиваться возвращения своих мужчин домой. Эти выборы были лишь одним из этапов в нашей борьбе. Нет, это не повод для отступления. Мы должны продолжать бороться, потому как Путин ни перед чем не остановится. Из-за него наши мужчины отдают свою жизнь. Наши матери теряют сыновей, дети не видят отцов, отметили женщины. Они призвали своих единомышленников проявить решимость и настойчивость ради достижения общей цели. Давайте продолжать этот путь, не дадим Путину убить наших мужчин. Мы добьемся демобилизации, мы вернем их домой, вместе мы непобедимы, подчеркнули активистки. Жены мобилизованных уже не впервые открыто выступают против Путина, который подписал указ о мобилизации еще в конце сентября 2022 года. Из-за этого документа призванные на войну с Украиной резервисты должны оставаться на фронте бессрочно. 17 марта активистки движения участвовали в акции «Полдень против Путина», в рамках которой всем оппозиционно настроенным гражданам предлагалось прийти на выборы в 12.00. До этого жены мобилизованных желали Путину сгореть в аду, подчеркивая, что именно ООН виноват в тысячах сломанных судеб. Также они предлагали ему самому отправиться на фронт и помереть там. Правда, войну остановить и все войска вывести так ни разу не призывали. Впрочем, чем дольше они им, подобные протестующие, но нерешительные, будут ограничиваться только нытьем «верните наших мальчиков», тем больше в их рядах полку прибудет, причем и в прямом, и в переносном смысле. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что после так называемых президентских выборов в России могут еще более открыто проводить мобилизацию, которую, собственно, с сентября 2022 года никто и не прекращал. После этого фарса, который назвали выборами Путина, мобилизационные мероприятия, возможно, будут иметь более открытый характер. Это правда, отметил Юсов. По его словам, мобилизационные мероприятия на территории России не прекращались. Выборы в России сопровождались многочисленными инцидентами на участках с попытками уничтожения бюллетеней, пожогами и взрывами. Как говорит глава Гурмо Кирилл Буданов, мы увидели бунт избирательных урн. Отвечая на вопрос о том, это попытка протеста или же провокации спецслужб РФ, Юсов отметил, что в России остается большое количество людей, которые готовы сопротивляться режиму Кремля. Кто-то может поджечь избирательную кабинку или залить ее зеленкой, а кто-то с оружием в руках, как добровольцы из РТК Легиона Свободы России Сиббата, готовы освобождать собственную родину от режима Путина, подчеркнул представитель ГУР. С разведкой украинской соглашается и пресса американская. CNN пишет о том, что война всегда непредсказуема, поэтому авторы издания предполагают, что Путину и его генералам придется начать новый раунд мобилизации, чтобы кормить войска в мясорубке на войне в Украине. Постепенное продвижение России на востоке Украины привело к ужасающим потерям в армии РФ. Предполагается, что Путину и его генералам придется начать новый раунд мобилизации, чтобы кормить свои войска в мясорубке. Наблюдатели считают, что вскоре Путин попросту будет вынужден сделать потенциально непопулярный шаг и еще один большой призыв. Второй вопрос на повестке дня в России – продолжение репрессий. Конечно же, против внутренней оппозиции того, что от нее осталось. Война всегда непредсказуема, и какими бы ни были усилия Путина повернуть ситуацию в свою пользу, долгосрочные проблемы России, демографический спад, цена войны и санкции, а также присущая хрупкость. Единоначалия вряд ли исчезнут до того, как Путин будет баллотироваться на срок уже шестой, прогнозирует СНН. Будет грести всех, но это вряд ли сильно поможет. Режим шаток, ненадежен, границы голые, а будущее размыто. Мы видим, что россияне оказались не готовы к сопротивлению на своей территории. Это очень интересный момент, учитывая заявление нашего командования, что наиболее эффективным у нас будет результат, когда война будет переноситься на территорию России. Не говоря о таких столкновениях локальных, но и до уничтожения бюджета образующих предприятий и структур. Те же газы и нефтяные НПЗ. Даже в самом темном сне Путин не ожидал увидеть такой результат на втором году так называемой «успешной СВО». Есть уже вроде бы приказ Шойгу с 25 марта начать проводить мобилизацию в 300 тысяч человек. Пока без официальных подтверждений, но могли ли мы подумать, что россияне будут воевать с россиянами на их же территории? Нет, но есть такой факт. Но у Путина все по своему плану, по биполярному. Он продолжает угрожать НАТО нападением в случае мнимой эскалации угрозы безопасности своей страны. Беспокоиться о Третьей мировой войне, хотя сам ее давно и развязал. Это одна сущность агрессора. Вторая же набивает и так давно воюем с НАТО, уничтожая им НАТОвцев пачками. Сегодня это мало чем отличается от того, что делают наемники. А потом вооруженные военнослужащие страны НАТО там присутствуют, мы же знаем. Мы слышим и французскую речь, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет. Прежде всего для них, потому что они погибают. И в большом количестве. Как вы считаете, полномасштабный конфликт между Россией и НАТО возможно? И насколько вероятно? Спасибо. Я думаю, что все возможно в современном мире. Но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге. Но в отличие от кораблей Российской Федерации, они очень даже живучие. Эти проклятущие натовцы. И самый страшный сон Путина, вот он уже, он сбылся. Военнослужащие НАТО уже находятся в Украине, утверждает испанская газета El País. По данным издания, они контролируют выделяемое украиневооружение, проводят разведывательные операции и обучение. А может и не только. И это еще не весь кошмар Путина наяву. Размером с целый город. В Румынии начали строительство крупнейшей базы НАТО в Европе стоимостью 2,5 миллиарда евро. Рядом с Украиной разместят до 10 тысяч солдат НАТО. Об этом сообщает Евроньюз. Речь идет о том, что в уезде Констанца начато строительство крупнейшей военной базы НАТО в Европе. Размером с небольшой город, на площади почти 3 тысячи гектаров, площадка сможет постоянно принимать до 10 тысяч солдат НАТО и их семьи. Проект стоимостью 2,5 миллиарда евро включает взлетно-посадочные полосы, вооруженные платформы, ангары для военных самолетов, а также школы, детские сады, магазины и даже больницу. Правительство выделило 2,5 миллиарда евро на этот проект, который превратит базу уезда Констанца в важнейший объект НАТО в Европе, говорится в сообщении. Неожиданно важный визит американский сенатор Линдси Грэм прибыл в Киев. Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм прибыл с визитом в украинскую столицу. Об этом сообщило постольство США в Украине сегодня. Мы поздравляем сенатора Линдси Грэма в Киеве. Непреклонная поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины в противостоянии незаконной полномасштабной войне с Россией, говорится в сообщении. Сенатор Грэм ранее был известен своей активной поддержкой Украины. Он приезжал во время войны в Киев вместе с другими американскими законодателями. Грэм является старшим членом юридического комитета. Кроме того, он входит в состав комитетов по ассигнованиям, бюджету, окружающей среде и общественным работам сената США. Но в феврале Линдси Грэм присоединился к изоляционистской позиции Дональда Трампа. По его мнению, США не должны давать помощь Украине бесплатно, а стоит давать ее, но в кредит или в обмен на полезные ископаемые. Его визит происходит на фоне задержки выделения 60 миллиардов помощи от США. Тем временем, анонсированный спикером Палаты представитель Конгресса США Майком Джонсом, который задерживает эту поддержку, новый законопроект о военном финансировании для Киева имеет очень много вопросов, пишет The Hill. Джонсон также заявлял, что планирует продвинуть это предложение с помощью процедурного инструмента, который требует поддержки значительного количества демократов. Он также выдвинул идею отделить помощь Украине от законопроекта, предусматривающего помощь Израилю. Нечеткие очертания стратегии создали много неопределенностей относительно конкретного пути, которым он намерен идти, в том числе относительно того, как Джонсон планирует включить более жесткие меры по безопасности границ, которых он ранее требовал в дополнении к закону о национальной безопасности, как он намерен заручиться поддержкой демократа в отношении предложения, которое отличается от принятого Сенатом пакета внешней помощи, на котором они настаивали, говорят авторы. Также они подчеркивают, что непонятно, как республиканец предотвратит бунт консерваторов, многие из которых выступают против предоставления большей помощи Украине, особенно без более жесткой пограничной политики. Немедлит зато Чехия, а ищет роид, дает. Чехия ищет боеприпасы для Украины по всему миру, а среди поставщиков есть даже союзники страны-агрессора России, сообщает The Wall Street Journal. Отмечается, что Чехия, активизировав связи времен еще холодной войны, получила около 800 тысяч артиллерийских снарядов от различных поставщиков по всему миру и определила еще 700 тысяч единиц, которые можно было бы закупить за дополнительные деньги. Вот так, полтора миллиончика. В материале говорится, что в отличие от США, Франции или Германии, которые сосредоточивались на наращивании внутреннего производства для поставок Украине, Чехия сосредоточилась на поиске источников поставок уже имеющегося вооружения. Официальные лица Чехии умалчивают то, откуда поступают снаряды и правильно делают. Однако, по данным издания, среди поставщиков есть некоторые союзники России. Специальный представитель Чехии в Украине Томаш Капецный отметил, что Прага выступает в роли посредника. А так, Чехия договаривается со страной, которая имеет запасы снарядов или может их произвести. И сводит с западной страной, которая размещает заказ и платит за поставку. При этом соглашение предусматривает, что поставки будут осуществляться через Чехию или третьи страны, чтобы скрыть любую прямую связь между странами происхождения и Украиной, дабы не подвергать поставщика гневу Москвы. Конфиденциальность – ключевой момент. Мы говорим и будем говорить со всеми, независимо от их лояльности или политической позиции. За некоторыми исключениями, такие как Северная Корея, рассказал советник по национальной безопасности правительства Чехии Томаш Паяр. Дрожи Путин. Фронт и инфраструктура. Президент Владимир Зеленский провел заседание ставки Верховного главнокомандующего. Обсуждалась ситуация на фронте, состояние инфраструктуры и строительство оборонительных рубежей, сообщил глава украинского государства. Получил подробные сведения с фронта доклад главкома Александра Сырского по основным направлениям активных действий. Доклады по расходам и поступлению боеприпасов в данные разведки. Также прошлись по состоянию выполнения заключенных контрактов и контрактования на будущие периоды. Закупка и производство техники, вооружения, снарядов, написал он. Кроме того, президент заслужил доклады по выполнению предыдущих решений ставки по защите объектов критической инфраструктуры, энергетика, вода и газообеспечения. Также поднимался вопрос о продолжении строительства оборонительных рубежей. Работа по этому вопросу активно продолжается. И пока россияне в последний раз радуются десятилетию незаконной аннексии Крыма, Божья кара для них продолжает регулярно посещать временно оккупированный полуостров. Тоже просто любит праздники. В Крыму грузовик оккупантов раздавил авто бывшего топ-чиновника. В ДТП с российскими военными погиб бывший глава Крымавтодора Дмитрий Кривенко. Как сообщают российские СМИ и крымские паблики, Кривенко погиб сегодня, 18 марта, на одной из крымских трасс. Авто бывшего чиновника лоб в лоб столкнулось с военным грузовиком. Он и пассажир погибли. Не уточняется, кто был виновником аварии, да это и не важно. Так называемый чиновник оккупационной администрации Крыма Дмитрий Кривенко контролировал строительство трассы Таврида. Его в свое время уволил гауляйтер Сергей Аксенов. Кривенко находился под следствием. И 10 лет назад, напомню, 18 марта 2014 года, Российская террористическая федерация попыталась незаконно легализовать военную оккупацию украинского Крыма. В этот день в Москве был подписан юридически ничтошный договор о якобы принятии Крыма и Севастополя в состав России. В качестве повода для подписания этого незаконного документа Россия использовала сфабрикованный ей уже нелегитимный референдум в оккупированном Крыму, который провели на полуострове 16 марта 2014 года. Вот вам и камни с неба. А с вами была я, друзья, Ирина Узлова. Наша программа «20 минут». Будем ждать вас завтра на этом же месте. Приходите к нам, верьте вооруженные силы Украины. Увидимся и победим. Приходите к нам, верьте вооруженные силы Украины.